Вот, буквально сегодня за ужином с мужем обсуждали тему, чем лучше всего заниматься, куда лучше всего инвестировать свое внимание, время, средства. И оба пришли к выводу, что это сфера собственных талантов. И здесь сразу может возникнуть одно большое «но», которое останавливает большое количество людей. Это «но» заключается в том, а как же я буду это делать, это не приносит мне дохода. Вот, это самое первое, то, что останавливает. Когда есть хобби, когда есть дело какое-то любимое, которым ты занимаешься, тебе нравится этим заниматься, у тебя это хорошо получается, но это не приносит тебе дохода. А тебе нужно, например, как-то существовать, кормить семью, например, и так далее. Вот, что делать в таких случаях? Первое, что делать, это ни в коем случае не отказываться от этого. И да, понятно, что очень сложно полностью погружаться в свое дело, в сферу своих талантов, когда у тебя не закрыты там финансовые какие-то вопросы. Но нужно понимать, что если полностью отказаться от сферы талантов и пойти устроиться, например, на наемную работу ради того, чтобы кормить семью, это путь в никуда, потому что ты никогда не выберешься вот из этого круга и не начнешь развиваться, если та сфера, в которой ты наиболее хорош, в которой у тебя есть талант, и которая в общем-то является сферой твоего мирского предназначения, если она оставлена без внимания. Поэтому, да, сложно сразу погрузиться, вот все бросить и начать там только пытаться заниматься любимым делом, пытаться его продвигать, но это же можно делать как-то постепенно, параллельно, например, стараться уделять время и этому, и параллельно пока что работать на какой-то наемной работе или иметь там еще какое-то дело, которое приносит доход, но пытаться искать пути, искать возможности для монетизации своего дела, причем совершенно не важно, что это. Я много раз приводила пример с пирожками, это вот мой любимый пример, когда вы обожаете печь пирожки, у вас они классно получаются, но из-за того, что в голове сидит куча ограничивающих убеждений, что а кому нужны мои пирожки, да пирожки любой дурак умеет печь, да вон там моя соседка там лучше меня печет эти пирожки, вот тому подобные мысли, они просто на корню срубают все вдохновение, весь энтузиазм заниматься этим делом, да еще если это и доход не приносит и так далее. Но на самом деле именно то, что вы больше всего любите, именно то, что вы умеете, то, что у вас хорошо получается, то, что вот я и называю сферой ваших талантов, это то, куда стоит уделять внимание, то, куда стоит инвестировать свое время, средства и внимание. И пусть не сразу, да, потому что нужно как-то еще и зарабатывать деньги, пусть не сразу получится в этой сфере реализоваться, но тем не менее нужно стараться максимально уходить от какой-то нелюбимой деятельности, которая просто приносит там какой-то доход и максимально все-таки стараться погружаться в эту сферу и искать способы, а как я могу это монетизировать. А способов этих просто миллион, просто миллион. Поэтому сфера талантов – это очень-очень крутая сфера, которая, в принципе, уже изначально нам дана. Мы пришли в этот мир, каждый человек, с определенным предназначением. И вот как понять это свое предназначение? Предназначение может быть на разных уровнях, несколько у одного человека, но если речь идет о некой профориентации, о деятельности, чем мне заниматься, этот вопрос волнует многих, чем мне заниматься по жизни, то на самом деле это очень легко понять. Это то, что ты любишь и то, что ты умеешь. То, что ты любишь и то, что ты умеешь. Вот куда стоит уделить внимание. И для этого, вот, кстати, существует институт школы. Для этого есть школа, для этого есть там еще всякие разные учебные заведения. Чем хороша школа? Тем, что она дает возможность попробовать себя в разном. Попробовать себя в физической культуре, попробовать себя в чем-то прикладном, в каких-то занятиях там руками. Дает тебе возможность попробовать себя в точных науках, физикой, математикой, понять, а тебе нравится вообще это или нет, у тебя это получается или у тебя туго с геометрией. И дает тебе возможность попробовать себя в гуманитариях. То есть на этапе школы, этот человек, проходя школу, он, по идее, при грамотном подходе, при хорошем обучении, при грамотной помощи родителей, да, и при свободе, свободе выбора, которую должны давать родители, человек начинает понимать уже к окончанию школы, а что мне более-менее интересно и куда я могу пойти дальше, например, идти учиться в институт, да, что я выбираю. Но опять же, это тоже не предел, потому что бывает такое, и это вот мой собственный пример, когда я после школы выбрала одну специальность, и потом на середине второго курса я поняла, что я не хочу этим заниматься, и я безжалостно это бросила. А зачем я буду тратить время своей жизни на изучение того, что мне неинтересно, ну, не то, что это мне не подошло, а просто вот тогда мне это было интересно, потом, спустя какое-то время, мне перестало это быть интересным, и я пошла туда, куда мне стало интересно, и это мне не понравилось, и я пошла в другое, но там, слава богу, уже третье закончила, получила диплом, вот. Но я на этом не остановилась, потому что я никогда в жизни не работала по специальности, потому что в процессе всей этой истории я поняла, что мне интересно заниматься совсем другими вещами. и этим не стоит бояться, не стоит бояться находиться вот в этих поисках, находиться в поисках, и до тех пор, пока ты не найдёшь то дело, которое вот, да, действительно моё, да, я получаю удовольствие, и ещё самый важный момент, что это дело, оно приносит пользу людям. Вот тогда это самая гармоничная деятельность, то, что ты любишь делать, то, что у тебя хорошо получается, и то, что приносит пользу людям. И когда человек вот в эту сферу начинает уделять максимальное количество времени, средств, внимания, пытается там развиваться, да, изучать вот эту сферу, ему очень легко становится это монетизировать, потому что он становится профессионалом в этой сфере. Чем больше он изучает эту сферу с разных подходов, тем выше его квалификация, он становится интересным для других людей в этой сфере, которые увлекаются этой сферой, потому что у него разные подходы, разные видения, у него там более широкое видение. И если он это выводит на публичность, то есть он не боится об этом рассказывать, через соцсети в том числе, то, чем он занимается рассказывать, показывать, он этим увлекает других людей, потому что он сам это любит, он способен увлечь этим других людей, и люди начинают к нему притягиваться, и его деятельность очень легко монетизируется если он что-то создает руками значит он тоже может пойти разными путями он может продавать то что он делает либо он может зарабатывать тем что он обучает других людей это делать онлайн или оффлайн то есть для того чтобы монетизировать любимое дело большого ума не надо на самом деле нужно просто инвестировать туда свое внимание время все свои средства настолько насколько это возможно и тогда придет успех еще раз хочу сделать акцент на то что совершенно не важно что это за деятельность то есть не нужно это воспринимать как некий профессиональный навык а то некоторые ассоциируют вот эту деятельность да вот сферу талантов сферу интересов с чем-то профессиональном там какое образование ты получил или еще с какими-то навыками там обучился на инструктору йоги нет это совершенно с этим не связано это связано с тем что вы действительно любите и что вы действительно умеете делать у вас хорошо получается из вас хорошо получается пиздеть значит надо пиздеть значит надо идти в блогерство например или в какое там вораторской искусство в кучинг там и так Если хорошо получается печь пирожки, значит надо печь пирожки. Если хорошо получается фотографировать, значит надо фотографировать и связывать свою деятельность с этим. Если есть вот это красивое видение мира, значит надо пытаться эту сферу монетизировать и так далее. То есть это совершенно не связано ни с какими квалификациями, профессиональными навыками, которые получены в ходе каких-то курсов высшего образования и так далее. Нет, это связано действительно с тем, что искренне очень нравится делать. Вот прям так нравится, что готов это делать за бесплатной. Если у вас хорошо получается бесплатно, хорошо получается лежать на диване, вам это очень нравится. Вы знаете, что есть такая профессия проверщик диванов. Людям платят деньги за то, что они часами лежат на диване. Да, так платят производители мебели. Есть куча таких самых интересных профессий, за которые люди получают большие деньги. Тестировщик кофе там и так далее, кого только не встретишь в интернете. Если у вас хорошо получается выслушивать других людей, значит этим стоит заниматься и это пытаться монетизировать. То есть это совершенно не связано с профессиональными навыками. Это связано с тем, что вам действительно нравится. Вот что вам нравится делать, то и пытайтесь монетизировать. Это самый приятный и успешный путь.